Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов отдать жизнь за ваше право говорить так. Эвелин Холл, книга Вольтер. Мы не обязаны соглашаться с критикой и любить критику, но мы также не должны запрещать человеку считать так, как он считает. Он имеет право, кто мы такие, чтобы запрещать ему, но и мы имеем право не соглашаться с этим, не принимать на свой счет и вообще говорить, слушай, не говори мне так, мне неприятно. Но сегодня мы с вами поговорим о том, не как правильно ответить хаму или критикану, а как внутренне не раздражаться, не напрягаться и не чувствовать себя облитыми помоями, как не думать темными ночами, почему я так не ответил, а какое право он умел сказать. Давайте об этом поговорим. Если тебя критикуют, это неплохо, это трудно, а мы любим, чтобы было легко. Но если задуматься, в критике есть очень важное, полезное зерно. Но иногда ее говорят таким тодом и в такой форме, что этого полезного зерна никак не удается достать. И такая критика, она часто травмирует нас, задевает за живое, делает больно. Как не реагировать? Представьте, что тот человек, который говорит вам какие-то неприятные слова, на самом деле он говорит не вам, а вашему персонажу, вашему аватару. Почему я так предлагаю делать? Мы никто до конца друг друга не знаем. И человек, говоря какие-то плохие слова, критику вам, он говорит лишь тому, кто как-то себя проявил. То есть то, как вы себя вели. Например, представьте, что врач вам сказал в поликлинике, что через полчасика зайдите без очереди. И вот время подошло, вы подходите к двери и без очереди быстро врываетесь. Но кто-то там успевает на вас ширкнуть или что-то сказать, ух, какая нахалка, да? И что произошло? По сути, тот человек, который как-то вас критиковал в этот момент, он вас вообще не знает. А ярлык уже повесил. Вы проявились для него всего лишь 10 секунд в тот момент, когда заходили без очереди в кабинет врача. Но он уже на основе этого сделал огромный вывод и повесил на вас такой огромный большой ярлык нахалка. Мы постоянно навешиваем эти ярлыки. Вот простой пример. Скажите мне, человек военный, который своей жизнью спас жизни новобранцев тем, что он бросился на случайно упавшую гранату. Он хороший или плохой? Ну, очевидно, это хороший поступок, значит он хороший. Но, а если мы узнаем другую подробность его жизни, что каждый день он устраивал террор дома, избивал свою жену и ребенка? Мнение как-то уже меняется. Мы все погрязли в этих ярлыках. Кстати, рекомендую вам свое видео «Как не бояться мнения окружающих, что о нас подумают». Посмотрите по ссылке в описании ниже. Там я подробно рассказываю про эти ярлыки и как за них не цепляться. Далее. Даже если кто-то прямо вам в лицо говорит, что вы ужасная, вы плохая, это вовсе не значит, что он так считает. Во-первых, некоторые люди так манипулируют осознанно, либо неосознанно, для того, чтобы вы выполнили какую-то их просьбу. Ну, знаете, из серии фраз таки, ну понятно, что ты за друг, да, или что ты за подруга. А, я от себя другого ожидала. И что вы испытываете? Чувство вины или даже стыда. А как от него избавиться от этого негативного чувства? Выполнить то, что он до этого предлагал. То есть для манипуляции. Понимаете цель, почему человек вам так говорит? А во-вторых, большинство людей говорят это, потому что они психологически внутри травмированы. И эта постоянная боль в их душе, эта заноза их ранит постоянно. И чтобы от нее избавиться, хоть как-то они начинают критиковать вас, других, того, кто видит по телевизору. Вы замечали, кстати, почему люди так пристращаются к сплетням? Почему им так нравятся сплетни? Потому что, когда мы обсуждаем другого, мы сами внутренне возвышаемся. Это такое обезболивающее. Раз, как наркотик. И тебе уже хорошо. Ты ничего про себя не сделал. Про других плохо, да, говорил. А тебе уже внутренне хорошо. Поэтому большинство психологов это знают и видят это легко. Я бы хотел, чтобы вы это понимали, что если человек говорит вам какие-то гадости, зачастую у него просто какая-то боль, глубокая боль внутри. Я вспоминаю на этот счет одну такую притчу. Представьте, что на мостовой сидит бедняк, и мимо него проскакивает рыцарь на горцующем коне и бьет его плеткой по лицу. А бедняк вслед ему кричит, будь счастлив. Мимо проходит человек и спрашивает бедняка, а почему ты сказал ему, будь счастлив, он же тебя ударил. На что бедняк отвечает, если бы он был счастлив, то он бы это не сделал. Вот так и наши близкие люди или те, с кем мы контактируем, к сожалению, постоянно могут бить этой плетью нас своими словами, критикой, обезболивая и делая себе легче. И здесь, возможно, кто-то из вас скажет, ну я не хочу, чтобы бедняк кто-то обезболивался. Я не хочу, чтобы он постоянно своей плеткой оскорблений мне делал больно, чтобы себе сделать легко. И здесь я открою маленькую тайну. Нас задевает больше всего то, с чем мы внутренне согласны. Ну вот представьте, кто-то из вас сейчас меня назовет, например, толстяком, жирным или еще как-то. Но я же знаю, что я не жирный, а даже, может быть, худой. И эта фраза меня никак не заденет, потому что я это знаю, я в этом на 100% уверен. Но если кто-то из вас скажет, Кость, ты там худой как щепка, то внутренне я с этим соглашусь, потому что постоянно это в детстве моя бабушка говорила, какой ты худенький или еще что-то. Где-то внутри что-то откликнется, потому что это информация, с которой я частично согласен, что объективно меня можно назвать не толстым, а больше худым. И для кого-то это может быть действительно болезненным, да, вы будете ощущать это как внутреннюю травму. Вот вам я рекомендую посмотреть мой ролик по тому, как полюбить себя, как внутренне принять себя даже со своими недостатками. Двигаемся дальше. Очень часто люди, сами того не замечая, оказывают вам большой подарок и показывают, что когда они вас за что-то критикуют, они показывают, что на самом деле в себе они не любят и не принимают. Замечали вы когда-нибудь, что есть люди, которые очень часто осуждают всех как-то по одному типу? Вот там проститутка, и эта проститутка, и у нее, и это. Почему так происходит? Потому что в силу своего воспитания, каких-то запретов внутренних, она запрещает себе быть похожей, быть раскрепощенной, как эти женщины, да, быть более яркой, может быть, потому что, наверное, мама ей запрещала, или она видела такой пример, пример осуждения таких женщин. Но внутри-то желание есть, энергия поднимается, это как, знаете, зажимать под водой воздушный шарик. Он постоянно просится наружу, и у этих людей, кстати, он наружу иногда выходит, когда человек, например, под алкоголем или еще чем-то. И тогда мы узнаем о человеке очень много нового и интересного. Того, что он раньше сам осуждал, но почему-то так делает. Или, например, человек говорит, вот здесь воры, тут все воруют, там воруют. И этот человек, может быть, действительно никогда не воровал, он очень сдержан, но внутри есть некая даже, может быть, зависть к тем людям, которые могут позволить сделать что-то для себя, проявить какой-то эгоизм. Кстати, интересная статистика, что на вопрос, а если бы никто не увидел, вы бы украли, положительно ответили более 60%. Это может проявиться в простом воровстве на работе, степлеры, там листов бумаги и тому подобное. Подумайте об этом. Каждый раз, когда человек будет про вас что-то говорить, образно наставлять палец на вас, критиковать вас, один палец указывает на вас, но три-то указывают на себя, в этот момент он явственно показывает, где у него болит, где у него слабое место, что он больше всего не принимает в себе и других, говоря об этом. Если упростить, то можно сказать, каждый раз, когда человек вас за что-то критикует, на чем-то фокусируется, то он не думает плохо о вас на самом деле, глядя на вас, он думает плохо о себе, глядя на вас, но говорит про вас. Это очень известный пример психологической защиты, проекция. Так это работает. Если же в какой-то ситуации человек или люди вас критикуют очень жестко, с матами говорят, да ты говно последнее или еще что-то, вот здесь вам нужно умножать их слова на ноль. Почему? Потому что, на мой взгляд, такие люди, которые говорят вам в лицо такие слова, они имеют очень низкий моральный статус, моральный авторитет. Потому что те люди, которые действительно вас любят, которые ценят вас и которые хотят даже критику вам сделать конструктивную, они скажут это так, что у вас крылья за спиной вырастут. Наверняка у вас были в вашей жизни такие, может быть, один, два, три человека, которые даже критикуя делают вас внутренне больше и поднимают вашу энергию, потому что, во-первых, они психологически здоровы, во-вторых, вы для них важны, а таких людей не так много. Поэтому, если такие люди говорят вам хамство в лицо, обзываются, то смело умножайте их мнение на ноль. Прямо представляете, как будто оно лопается, как мыльные пузыри. Хлоп-хлоп-хлоп. А человек смертен, а мнение его тем более смертно. Просто представьте, как этот звук куда-то растворяется, и это всего лишь слова, которые не имеют никакого отношения к вам. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Пишите в комментариях, что вы возьмете для себя, будете использовать. И подписывайтесь на мои соцсети, в основном в Телеграме. Там я выкладываю массу других статей и небольших видеороликов, которые нет здесь. До встречи в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!